Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мною, доцентом в кафедре криминалистики подполковником полиции Айдарбек Сунгат Ондгарбекулы вашему вниманию предоставлена видеолекция в виде мультимедийной презентации по дисциплине тросологии и тросологические исследования на тему основы тросологической идентификации. Вопросы и лекции. Первый вопрос – это основные понятия теории идентификации и история ее формирования. Второй вопрос – виды идентификации, групповая и индивидуальная. Третий вопрос – объекты и субъекты идентификации. Четвертый вопрос – виды отображений. Пятый вопрос – классификация признаков, используемых при идентификации. Шестой вопрос – образцы для сравнения. И седьмой вопрос – комплексные исследования в практике тросологического исследования при решении идентификационных задач. Также ознакомьтесь с основной литературой. В нее входит учебник тросологии и тросологической экспертизы под редакцией Кантора и Ермака, Жигалова и Смолякова. Второй учебник – это тросология и тросологическая экспертиза, учебник под редакцией Сухарева, Калякина, Егорова и Головченко, выпущенная Саратовским юридическим институтом МВД России. Третий источник – это тросология, учебник под редакцией Майлиса, выпущенный Московским университетом МВД России. И четвертый – это руководство по тросологической экспертизе, учебное пособие под редакцией Майлиса. Также, помимо основной литературы, имеется и дополнительная литература. Это основная тросология – общая часть под редакцией Грановского. Также основы тросологии – особенная часть, также под редакцией Грановского. Также получение образцов для сравнительных исследований под редакцией Жбанкова. И криминалистическая экспертиза – курс лекций. С литературой закончили. Так, установление следователем и судом объективной истины предполагает использование достоверных доказательств. В качестве таких источников доказательств используются, в частности, заключение тросологического исследования. В расследовании и раскрытии преступлений часто возникает необходимость установления по отображениям следам человека, предмета или иного объекта, их связи со следуемым событием. На месте преступления могут быть оставлены следы рук, ног, орудий взлома, по которым может быть установлено конкретное лицо или инструмент, которым они оставлены. Для такого рода установления проводится идентификация, то есть отождествление объекта с самим собой в разные периоды времени или в разных его состояниях. Как известно, в природе нет двух вещей, которые были бы одинаковы. Они могут иметь много сходных черт, но не будут полностью отождественны. В целях наиболее полного уяснения вопросов тросологической идентификации целесообразно кратко рассмотреть общее положение идентификации, основу ее формирования, криминалистике и судебной экспертизе. Впервые термин идентификация был применен французским криминалистом Бертильоном в середине XIX века в связи с установлением личности рецидивистов по результатам специальных антропометрических исследований преступников, подвергавшихся уголовной регистрации. Он сравнил результаты исследования каждого нового лица с ранее подвергавшимся антропометрическим исследованиям и выявил наличие или отсутствие совпадений комплекса измерений. Им же для этой цели были разработаны методы словесного портрета и сигналтической фотографии. Формированием теории криминалистической идентификации послужили труды выдающегося российского криминалиста Потапова. Им впервые были сформулированы ее научные положения в 1940 году, а в более поздний год, в 1946 году, сформулировано понятие идентификации. По мнению Потапова, идентификации могут подлежать все возможные материальные предметы и явления, их роды и виды, количество и качество, участки пространства и моменты времени, человеческая личность в целом и ее отдельные признаки, физические свойства человека, его умственная способность, его внешние действия и внутренние акты. Такое широкое толкование объектов криминалистической идентификации привело в дальнейшем к разделению мнений ученых, занимавшихся проблемами криминалистики. Одни считали, что любое криминалистическое установление какого-либо объекта, объектов, явлений является криминалистической идентификацией. Другие не считали, что круг объекта должен быть ограничен только теми, где происходит установление торжества. Отождествление – это установление торжества объектов самому себе, по его отображениям – это установление неповторимости объектов. Большинство ученых считает, что объектами криминалистической идентификации могут быть только материальные объекты, люди, животные, вещи, обладающие свойством отображения на других объектах. Колдин предложил различать две формы отождествления – по материально фиксированным отображениям и по чувственно-конкретным отображениям. Разграничение форм идентификации лежит в основе ее методики. Он же предложил различать среди идентифицируемых объектов искомы, то есть объект, свойство которого изучается по отображению, и проверяемый, свойство которого изучается по образцам или непосредственно по объекту, представленному на экспертизу исследования. Принципиально криминалистическая идентификация может быть осуществлена при производстве любого следственного действия, любым участникам доказывания. Выделенные особенности характерны только для криминалистической идентификации. Любая другая разновидность судебной идентификации не обладает совокупностью таких особенностей. Так, для идентификации в судебно-медицинской экспертизе характерны только две первые особенности, обусловленные специфической природой объектов, идентификации и их отображений. Методика криминалистической идентификации может использоваться и в медицинских, биологических, химических и иных исследованиях. Однако, это не является основанием для отнесения таких исследований к криминалистическим, так как в них нет криминалистического качества получения судебных доказательств. Перейдем к рассмотрению первого вопроса. Основные понятия теории идентификации и истории ее формирования. Криминалистическая идентификация. От латинского отождествляю. Процесс установления конкретного материального объекта или личности, связанных с расследуемым событием. По совокупности общих и частных признаков, то есть по индивидуальному неповторимому комплексу признаков. Этапы развития теории криминалистической идентификации. Первый этап, охватывающий с 1940 по 1950 годы, характеризуется формированием общих основ теории, ее исходных положений и принципов. Второй этап, с 50-х годов до конца 60-х годов, на базе общих положений теории криминалистической идентификации, шло формирование объектовых теорий, судебно-трансологической идентификации. И третий этап, продолжающийся и в настоящее время, характеризуется пересмотром, уточнением и дополнением некоторых общих положений теории криминалистической идентификации, с учетом появления ее новых методов математизации самого процесса идентификации. Рассмотрим понятия. Идентификационное поле. Определенная система свойств вещи, являющаяся непосредственным объектом идентификации. Этот термин по своему смыслу является синонимом термина «идентификационный комплекс признаков». Идентификационный период – это промежуток времени, обусловленный относительной устойчивостью признаков идентифицируемого объекта и его отображения, идентифицируемого объекта, которые являются относительно устойчивыми. Предмет идентификации – это познание объективных закономерностей, свойств, условий и процессов, при которых может быть установлен именно тот самый объект. Цель криминалистической идентификации – это установление тождества, выделение конкретного объекта и совокупности объектов по заданному комплексу признаков. Комплекс признаков есть их сочетание, необходимое для выделения идентифицируемого объекта и совокупности объектов. Условия криминалистической идентификации – это связь изучаемых объектов с событием преступления, а общей задачей является судебное доказывание. 2. Предмет теории криминалистической идентификации – это закономерности сравнительного изучения материальных либо вечных объектов и их отображений с целью разрешения вопроса о тождестве объектов, находящихся в известной действительной или предположительной связи с событием преступления и получения судебных доказательств. Рассмотрим второй вопрос – виды идентификации. Виды идентификации могут быть как групповая и индивидуальная. При групповой идентификации устанавливается, относится ли предмет или след к определенной группе предметов или следов определенных объектов. Индивидуальная идентификация – это отождествление определенного лица предмета, который неповторим и отличается от всех других данного рода. Рассмотрим признаки. Индивидуальность – это неповторимость, проявляющаяся в том, что признаки какого-либо объекта в своей совокупности неповторимы. Устойчивость – это неизменяемость объекта, но она является относительной во времени и пространстве. Пределы же идентификационного периода свойства и признаки объекта, как правило, не изменяются. И рефлекторность – это способность отражаться вне, на других объектах. Третий вопрос – это объекты и субъекты идентификации. К объектам тросологической идентификации относятся люди, обвиняемые потерпевшим, и материальные предметы, различные орудия, механизмы, детали огнестрельного оружия, транспорт, средства, сооружения, вещества и т.д. Субъектами идентификации являются эксперт, специалист, следователь, судья и участники процесса. Под объектом тросологического идентификационного исследования понимают человека и предметы его одежды, инструменты, рабочие части производственных механизмов, орудия взлома, отмычки, транспортные средства, животных по их следам, воссоздаваемые целые по разобщенным его частям. Перейдем к четвертому вопросу – это виды отображения. Виды отображения могут быть материально фиксированные, либо психофизиологические. Под материально фиксированной формой отображения охватываются признаки таких объектов, как следы рук, ног, орудия, транспортных средств и других объектов. К психофизиологической форме относится отображение мысленного образа предмета в памяти конкретного человека. Под свойством понимается более общая сущность исследуемого объекта, которая характеризует его определенную сторону, либо процессы взаимодействия с другими объектами. Признак же является определенным информационным проявлением свойства, но, как правило, неполно отображает свойства, предоставляя собой лишь одно из его проявлений. Рассмотрим такую таблицу. Если взять такое положение, как механическое движение, то у него будет проявляться как свойство перемещения различных предметов относительно неподвижной окружающей обстановки. Признаком будет наличие определенной скорости и выражение признаков, как следы качения, скольжения, торможения. Если возьмем такое положение, как закон всемирного тяготения, притяжения тела друг к другу, то свойством будет это свойство предметов обладать определенным весом. Признак будет это признаки в объемных следах. И выражение признаков будет проявляться в глубине и выраженности. Рассмотрим такое положение, как различные агрегатные состояния вещества. У них является свойство это относительно неизменность формы твердого тела. Признаком будет устойчивое границе, наличие поверхностного рельефа. И выражение признаков будет, как отображение рельефа в следах. Разберем пятый вопрос. Классификация признаков объекта в тросологическом исследовании. Они могут быть как по происхождению. Это собственный и приобретенный. По природе закономерный и случайный. По длительности времени, в течение которого признак присущ объекту. Это устойчивый и неустойчивый. По характеру он может быть качественный и количественный. По наличию связи с другими признаками. Это зависимый и независимый. По числу множества объектов, обладающих данным признаком. Родовой, групповой, либо индивидуализирующий. По значению в процессе познания. Это дифференцирующий, идентификационный, индивидуализирующий. По значимости. Это существенный, несущественный. По отношению к объекту в целом или его части. Может быть как общий и частный. В трассологии процесс идентификации заключается в установлении факта тождества путем сопоставления объекта и его отображения. Идентифицировать объект, это значит установить его тождественность самим собой, используя для этой цели оставленное им отображение. Идентифицируемый объект, то есть объект, в отношении которого решается вопрос о тождестве. Может быть только один. И идентифицирующий объект, это след, обнаруженный на месте преступления, экспериментальные следы, образцы. Общим для всех идентифицирующих объектов является наличие отображения признаков определенных свойств идентифицируемого объекта. Свойства объектов трассологической идентификации. Строение материала объекта зависит от того, кристаллическим или аморфным является его вещество. Общая форма и размеры, строение поверхности, это внешние признаки, наиболее заметные, доступные для изучения и при этом важнейшие. Макростроение поверхности, выступающие и углубленные детали рельефного рисунка, подошвы, обувь, выхваты и заусенцы на лезвии топора и т.д. Микростроение определяется сочетанием относительно мелких элементов, которые различимы лишь при достаточном увеличении. Эти элементы составляют детали макростроения, например, мелкие выступы и углубления в кристаллической структуре материала, инструменты и так продолжаются. Если признак характеризует объект целым, то он называется общим признаком. Признаки, характеризующие части детали объекта, частные признаки, возникающие в процессе изготовления, в процессе эксплуатации, в процессе ремонта и других преднамеренных изменений. И групповые признаки имеют низкую идентификационную значимость. На основе их анализа возможно лишь отнесение объекта к какой-либо группе. Если говорить про индивидуализирующие, то они обладают высокой идентификационной значимостью и позволяют выделить единичные объекты из группы, т.е. отождествить его. Признаки, используемые в целях идентификации, называют идентификационными. Для того, чтобы признак мог выступать в качестве идентификационного, ему необходимо отвечать нескольким критериям. Это устойчивость, идентификационный период, отображаемость, взаимонезависимость, пригодность к изучению. Для установления тождества объекта может быть применена только совокупность общих и частных идентификационных признаков, содержащих групповые индивидуализирующие признаки, которые называются идентификационный комплекс признаков. Рассмотрим шестой вопрос. Образцы для сравнения. По способу отображения свойств могут быть объемные, плоскостные, точные, линейные, позитивные, негативные. Требования к образцам для сравнительного и среднего. Воспроизводимость, адекватность и точность отображения признаков в образцах. Сравнимость. Должны воспроизводить признаки такого же рода и в таком же виде и объеме, как и признаки, отобразившиеся в следе. Неизменяемость образцов. Это свойство, которое обеспечивает в течение длительного времени сохранность воспроизведенных в них признаков. Рассмотрим седьмой вопрос. Это комплексные исследования в практике тросологических исследований при решении идентификационных задач. Комплексный подход при исследовании следов человека. При исследовании следов рук, дактилоскопии, может быть и проведена комплексная экспертиза при лечении к работе эксперта тросолога, специалиста в области биохимии по исследованию патажирового вещества, который имеется в следе папиллярного узора. Эти исследования позволяют определить пол, возраст, в ряде случаев профессию и заболевание человека, в котором оставлены следы. Комплексный подход при исследовании следов человека. При исследовании следов зубов используются математические методы, например, для определения радиуса кривизны зубного ряда, рентгенографические методы, преследование объемных следов зубов и другие методы моделирования. Назначается и проводится комплексная медико-кримминистическая экспертиза, в которой участвуют эксперт тросолог и судебный медик. Если в следах отобразились зубные протезы, то также назначается комплексная экспертиза с привлечением специалистов в области адонтологии, в том числе протезирования, и экспертов-химиков, для определения, например, состава металла, из которого изготовлены зубные протезы или их части. При исследовании следов губ привлекаются эксперт-биолог для исследования слюны, эксперт-биохимик для исследования потожирового вещества. При исследовании следов губ окрашенных помадой привлекается эксперт-химик для исследования губной помады, установления ее состава, фирмы-изготовителя и других сведений. Комплексный подход к преследованию механических повреждений одежды, трассологическая экспертиза, судебно-медицинская экспертиза, криминалистическая исследование материалов, веществ и изделий.